Всем привет, меня зовут Дима, добро пожаловать на канал КАМАЗ МОА. Сегодня я делаю свой первый влог, потому что я еду в Сочи. Так, сегодня третье число, понедельник, время 5.21. Самолет у меня в 7.50, я не спал, потому что я обычно засыпаю после трех. Чувствую себя более-менее нормально, самолет будет лететь три часа. Ну, короче, я в аэропорту еще тоже включусь и что-нибудь добавлю. В общем, я в аэропорту, погода очень такая, rain on me. Все, буду смотреть, какая обстановка в аэропорту, и не был уже здесь с марта, с конца марта. Нет, с февраля еще лучше. Вот, посмотрим, какая здесь, но сначала, конечно же, сигаретка на выходе. Такой ритуал небольшой. Короче, я давно уже внутри. Пока я курил у аэропорта, Айкенс мне сказали, подошел мент и сказал, Здесь нельзя курить. Что, не знаешь, не понимаешь. Ну, типа, как-то грубо. Думаю, нахуя грубить? Почему нельзя подойти спокойно? Как будто, я не знаю, я его атаковать буду или что? Или я буду стоять на своем? И... Нет, мне нравится здесь. Мне похуй на правила. Вот. Далее в аэропорту меряют температуру в самом входе. Далее все носят перчатки, маски. Ну, типа, опять напоминается какая-то коронавирусная атмосфера, о чем я уже забыл давно. Вот. И на посадку говорят, надо иметь перчатки и маску. Перчатки я вообще ни разу не носил за это время. Ну, только если в магазине тебе заставят и выдадут какие-то целлофаны, такие как будто ты волосы красишь. Перчатки стоят дорого в аптеке. 50 рублей. Я взял две пары. Потому что пока еще себе могу такое позволить. А маски... У меня очень много масок с собой взято. Ну, 30 штук. Конечно, еще хочется водичку и журнал прикупить. То, что я делаю всегда. Также еще заходил в Вайкарс. У них нельзя, к сожалению, популить. А просто в помещении вот в этом я стесняюсь, боюсь. Ко мне уже подошел правоохранительный орган и подвинул меня. Я сказал, извините, извините, спасибо, пожалуйста. И ушел. А еще у меня очень хуевое место. 19-Б. Это значит, я после... Ну, типа, я буду между людьми здесь. Кайф. Упаздываю на посадку. Почему? Я думаю, она начинается в 30 минут, а не заканчивается. Короче, по выходу из аэропорта мне очень напоминает Таиланд. Только в Таиланде очень мощно тебе бьет в нос, в кожу, во все. Совсем другая жара. А здесь такая привычная, типа, в Питере тоже такая погода бывает. Вот, ну, типа, красиво. Короче, первое впечатление, ну, домик такой, типа, построен из, как его называют? Ну, короче, такой, типа, такой. Легкой постройки. Вот там вот у нас есть общий балкон. Потом покажу. А пока закрою окно, чтобы никто не подсмотрел. Вот, просто такая обычная тихая жизнь. С такой вот маленькой кухней. Ну, как бы нормальной. Ну, типа, как бы нормально жить. Вот такая вот ванночка. Туалет. Зеркало. И комната. Так. Я живу с подругой, типа, это расправляется. Мы будем спать на этом. Это тоже не расправляется. Нет, это выглядит, как и расправляется. Зато есть такой рабочий стол. Есть кондей. И есть такой неплохой вид из окна. Вон палка. Белишко постердное. И кейчные подушки. Только не, я думаю, не понимаю, как спать. Я думал, там Может, тут еще одна комната где-то есть. Вот, кстати, как выглядит этот толщий балкон. Такой, типа, подъезд с такими окнами открытыми. И видом. Ну, типа, кайф. Мне очень нравится. Что с одной стороны, что с другой. Приятная такая зелень. Я вообще, когда смотрел на улицу, я думал, что там будет какой-то ой, там такой дом высокий, интересный. Я представлял себе какую-то более широкую улицу, а тут все так уютно, компактно. И зелено, и пальмы. И шарик летит, я думаю, птица. Короче, я просто хотел пилять. Пилять. А мне просто только солнце. Тут, короче, парк, где миллион всяких репетиров, всего такого. О, твоя столовая. О, бургер. Хаус. Хорошо снимать, против солнца. И не снимать никаких достопримечательностей. Я просто хочу шаверу. Хочу шаверу. Они мне могут предложить самцу, тир. Блядь, я уже даже не ехать. Да я везде не соображаю, чего бы сейчас-то. О, тут еще тельфинарий. издевательства над млекопитающими подводными. Короче, надеюсь, подключиться уже со вкусной шавы в зубах. и потом, наверное, нужно отдохнуть. Что-то я вообще не даю себе спуску. Нет, бы заказать пиццу себе в квартирку. В общем, я обратно вернулся в квартиру. Я прогулялся до парка. Там очень сложный вход. В Сочи очень, оказывается, любят подземные переходы. А я люблю резкие переходы. Там просто Тугис показывал очень заманчивое место, шаурмечное. В общем, добравшись до этого заведения, я понял, что оно не вызывает мне никакого доверия. Оно стояло между какими-то двумя еще ларьками. И этот ларек был прям максимально такой занюханный, богий. Я такой пойду до магазина где-то что-то придумывать. Я так расстроился, что там не было ничего готового, хорошего. Но в этом здании, к счастью, было очень много всего. И была какая-то столовка такая себе. Кстати, люди здесь персонал очень неприветливые. Прям вообще они в душе и вот это прямо на поверхности они тебя нахуй шлют. Я зашел туда и отведал там очень даже гречки с паровой котлеткой. И теперь я жду свою подружку. Апрель сейчас два, три будете встретить. Имея шанс на небольшой сон. Такое вот постельное обелишко. Я расправил, кстати, диван. Тот пока не пробовал, но он тоже по-любому расправляется. Не так надежно, как этот, конечно. Все, у меня приехала подруга, мы выбрались на пляж. и как бы быстро, легкая на подъем. Приехала и что? Я говорю, кто, ты или кто? Ты? Я тяжелый. Мне очень далось тяжелое просыпание. Мне знанили все женщины, которые должны были открывать мне дверь в Airbnb. Я ни хуя не понимал. Я такой, да, 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 все хорошо, заселились. Но, все. 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 ой все мы искупались сколько мы 40 минут плавали вода шикарная плавает немножко правда мусора но ничего страшного все красивые волны мощные такой мечтательный хочу чтобы есть такое приятное настроение после опироля 9 мая остатки пиццы ой опироль уже проходит но если все две бутылочки вина что-то лена мне кажется не особо его полюбили я уже забыл что надо снимать вчера пришли домой попили вина все очень хорошо довольно таки неплохо продолжается отпуск сегодня я стал 10 даже с каких-то признаков похмелья но что там у меня бутылка вина и опироль такое затравочка вот недалеко есть кофе жаль что там только сладкие закуски поэтому буду есть петерброды дома здесь кофе не очень сильно поганый доброе утро девочки дом дом 2 день 2 и первым делом сегодня выбрались в торговый центр конечно даже в ходе есть старбук фонтан и старбукса новые крышечки без трубочки очень хотелось пить и мне нравится пить без трубочки больше чем из пирочки такой вот сегодня лучок такой вот сегодня пучок мы приехали в огурские водопады сейчас мы в каком-то ущелье шопинга можно попытать удачу смотрите какая красота город трескаются стены возводятся никак на них не заберешь себе специального инструмента его можете приобрести магазине мастерица на все руки . ком по промокоду уляля вы получаете скидку 3 рубля реально круто и нужно как дрон такой типа на меня летит и дальше и в ущелье мы попытаемся конечно разведать воду там есть мужик с удочкой поэтому возможно есть вода не знаем и пойдем туда пиздец мы короче идем взбираемся на другие водопады и тут узкая тропинка такая и дальше обрывы по большей части но здесь не обрыв поэтому я могу записывать я просто на такой панике блять поднимаюсь но сто рублей за вход заплачено поэтому придется а 150 даже там тоже какая-то гора короче умираю от паники спасите лена сука меня заставляет подниматься мы дошли в это ущелье как его называют как это называется какие в это по русски огурские огурские водопады вот водички тут не очень много вот такое вот ущелье есть дорога была сильно просто очень страшная типа узкая тропа по склону прощения лени приходилось меня заставлять потому что я каждый каждый там 50 метров у меня на меня накатывала паника и мне хотелось пить обратно потом такой все-таки как бы надо и мы наверное зайдем все-таки воду короче очень страшно но путь проделан теперь осталось только обратно лена сказала что хочет туда это высоко это гора там статуя христа поплавано все мы побывали в этом ущелье и короче ну типа я обосрался дороге туда немножко по дороге обратно но вроде мы обратно в то место где изначально снимались костюм Спасибо One Direction, что у вас соединились ради нашего праздника. Вот такая у меня гостья сегодня на улице, принимаю гостей на улице, и сейчас мы идем после корона пить пиво с любимым зятем. Вот, да, потом пойдем в бешник. Все, мы не закрыли шкафы, все приятно. Короче, мы с Любой, с Леной собираемся в J-Club, Кобрымаяк, мой любимый, в котором я был до переезда. Такие Travesty Makeup Artists. Вот, я пью пиво такое, вот мы купили. А шампанское вот такое вот. Я очень надеюсь, что нам предложат какое-нибудь амбасадорство, я буду вообще его хоть пить, хоть на завтрак, обед и ужин. Главное, пожалуйста, вот если вы вот смотрите это, и вы создаете этой марки из Франции, пожалуйста, предложите свое сотрудничество. Я с вами за бесплатно буду стоять. Это еще и Франция за 300 рублей, кайф. Чистый кайф. Поэтому, а в клубе нельзя снимать, блядь. Ну, sorry. Короче, здесь играет Маруф и Лобода отдельно. И уж очень Ютубу не нравится, что там используется чья-то чужая музыка. Поэтому придется посмотреть на голые танцы без музыки. Короче, мы сели такие на веранте, и все охуенно. И просто у Любы отвалился ноготь, когда она открывала дверь в гей-клуб. Но я готова платить такую сумму, главное, чтобы платить. И уж с глядь, что? Что за глядь? Грязная ботата. Чистая, красивая. А, чистая. Грязная ботата. Дура. Ай! Вот именно что. Пока фонтаны не работают, все в порядке. Очень больно на них не спать. Так что, ребят. Может быть, мы за... Купаемся? Хватит рекламировать клинт-лайн. Все, спасибо. Ох ты. Краснодарского края. А, не-не-не-не-не-не. Это ключи положить. Все. Такой у нас уже, я не помню, какой по счету день. Но сейчас уже вечер. Мы собрались в ресторан Рис. Люба его очень советует. Но... Дам по отзывам, типа, две с половиной звезды из пяти. Посмотрим. Такая, типа... После клуба нужно поспать до вечера. Ну, пришли в рейс. Рейдик. Но очень долго обслуживают. Лена заказала ЦС, и он ей не понравился. А я заказал голые. Но мне сказали, они будут готовить за 40 минут. Поэтому пришлось заказать самсу. Ну, что заказать? Попое. В общем, кью мохито. Мохито так себе. Пока еще даже не дает в голову. Такое. Экспириенс. Теперь мы... Зачем ты меня показываешь, я не Рис? Ты сама засунулась в кадр. Потом мы сходили в... Ну, на ту же танцплощадку, где мы тогда танцевались. Вот. И никакого настроения танцевать не было. Типа... Хотя мозол. Да, нога порвана. Да, кадром. Сердце на куски. Душу в клочья. Сходили, попили всяких напитоков. По акции, кстати. Там были вообще ни о чем. Я вообще никак не брала. Ну, все мы нашли, а где нет по трансляции. Да, а когда наливали джин, джин, ну, типа не стесняются наливать, поэтому там было все вкусно и хорошо. Меня два бокала торкнули. Наконец-таки. Идет пьяный, ну, в общем, не в себе. Сейчас впадет. Сейчас опять в фонтан какой-нибудь полез. Вторую ногу, блядь. И что дальше это еще рассказать? А, заказали шашлык. Он был просто, блядь, ну, типа ходячий жир. С луком. Я еще лук этого наелся. Типа у меня такой smelly breath. Такое нефрешное дыхание. Такое я дуолингва. Все, идем. Я мечтаю найти какой-нибудь магазин, где можно в ночное время купить пиво. Потому что я хочу пить. Меня не исправится.